Аллилуйя Господь, мы радуемся На самом деле Есть радость внутри Радость, Господь, наполняет Мое сердце От знания того, что Бог простил меня Бог принял меня Бог очистил меня Я принят И я во Христе Иисусе О, Боже, спасибо Тебе Мы величаем имя Твое Мы величаем Тебя Мы говорим спасибо Тебе, Господи Мы говорим спасибо За милость Твою Мы говорим спасибо, Господь За победу, которую мы имеем Во Христе Иисусе Да, Господь Именно во Христе Во Христе я оправдан Во Христе я помилован Во Христе я прошен Во Христе я исцелен Во кресте я имею защиту. Во кресте я имею победу над обстоятельствами. Боже, все, что я имею, это во кресте Иисуса. Все, что я имею сегодня, Господь Бог, твои обещания, твои обетования, они доступны мне только во кресте Иисуса. Исселение для меня, это во кресте Иисусе. Победа для меня, это во кресте Иисусе. Господи Божий, милость, это благодаря тому, что Иисус умирал на кресте. Он проливал свою драгоценную кровь. Господь, я благодарю Тебя, что во кресте Иисусе я имею победу. И я не только имею победу, Библия провозглашает, что во кресте я не просто победитель. Я больше не жалей просто победитель. Богатство славного наследия мы имеем в нем, Господи. Чтобы нам понимать, как же мы благословены в нем. Чтобы нам понимать, какую же победу мы имеем в нем. И чтобы нам понимать, что когда дьявол понимает и видит, что мы во кресте, он уже в ужасе. Поэтому он все делает для того, чтобы никто из нас, мы не имели это откровение. Он все делает, чтобы мы не могли прийти к этому откровению. Чтобы наши глаза, они всегда были сфокусированы на наши нужды, на наши проблемы, на то, чего у нас нет. На то, что жена решилась, Господи, ты говоришь, подними глаза, подними глаза, посмотри на Иисуса. Посмотри на прожженного, посмотри на медную змея, посмотри на Него. Потому что будешь смотреть на свои укусы, умрешь от них. Но если ты поднимешь глаза, посмотришь на медную змею, то ты получишь исцеление. Иисус, ты медный змей, ты будешь на кресте, ты будешь поднят, чтобы каждый, кто с верою, Господи, чтобы каждый, кто с верою, Господи, чтобы каждый, независимо на каком расстоянии он мог находиться от тебя, близко, в вступничестве, нет разницы, если он мог поднять взор с верою и поверить, и посмотреть на эту медную змею, то он получал исцеление. Сегодня Иисус Христос, кто с верой будет смотреть на воскресшего из мертвых, на Сына Божьего, кто поднимется из глаза верой, потому что невозможно смотреть и на проблемы, и на Иисуса. Нужно оторвать взор, взгляд от проблемы, чтобы поставить взор на Иисуса. Помоги нам поднять взор от наших проблем. О, Иисус, 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 ты здесь. Пусть все послужение будет не как раньше. Пусть все будет по-другому, Господь. Небо открыто сегодня. Небо открыто над этим местом. Я просто чувствую это. Просто небо открыто над этим местом. Я просто чувствую это. Есть Дух Святой здесь. Есть Бог здесь. Бог здесь. Бог здесь. Он здесь, Святый. Он здесь. Он здесь. Не позволь никому помешать тебе прикоснуться к Нему. Не позволь ничего. Увести твой взор, увести твои мысли. Засредоточься все свои мысли. Соберись мы с нами. Соберись. И поднимись к Нему. Соберись. И пойди к Нему. Соберись. О, к Нему, к Нему. Только к Нему. Только к Нему. Иисус, Иисус, Иисус. 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 Бол, который в сердце отдай ему Эти проблемы, не носи их Неживы и мы Эти проблемы отдай ему Он рядом с тобой, он здесь Он говорит, дай мне, дай мне это Освободись, дай мне, дай мне Малис, не смотри этот смертный Малис, Малис, ищи бога, ищи, его Иди, не пропускай это время, не пропускай, не пропускай, не пропускай. Господи, agenda. Начай молиться. Начай молиться на языках. Начай, с Size Божать razem старей. Божить, ложить, ложить, камеру. Он здесь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Я живу, я живу у Тобой. Скажи ему, я живу у Тобой, Иисус. Скажи, я живу у Тобой, я живу у Тобой. Господь, мы воздаем Тебе всю славу и всю честь. Иисус на троне. Иисус на троне. Всегда приятно быть в церкви и видеть братьев и сестер, видеть вас, делиться с Ловом Божьим с вами. И так же самому укрепляться. Потому что когда ты делишься с Ловом, ты так же и назидаешься сам. И просто сегодня, когда мы молились, просто на самом деле пришло сердце. Такое, что нам немножко не хватает, как мы больше посвящение Богу. Посвящение не хватает, чтобы мы больше отдавались Богу. И я понимаю, что у нас есть дела, есть свои жизни, есть и то, и другое, и твое. Понятно. Но мы же люди неверующие, мы же верующие, и будучи верующие, мы знаем, у кого на куста дыхание жизни. И мы знаем, что мы не верующие, мы не верующие людьми, сказали бы, ну, он не верит в это, поэтому мы же верующие. Другими словами, если мы верующие, временами мы себе словно ведем, как не верующие совсем. Мы не верим этому слову, который у нас есть. Мы ведем себя, как мы в это вообще не верим. Потому что мы не верующие, потому что мы не верующие, мы не верующие, мы живем и действуем. Аминь. Это правильно, чтобы мы возвращались к нему и верили тому, что оно говорит. Аминь. 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 четвертая часть нашей темы как называется тема кто помнит божественный порядок лодр диван я вам скажу следующее если вы не были во время других так скажем проповедей вы можете их найти на ютубе вы можете найти на ютубе вы можете найти на ютубе я вам скажу и рекомендую слушать вы можете смеяться и науна я сам когда слушать проповедей у дивиа вы можете речь когда я слушаю моим притикат я речу это как смешно как это ты удивляешь я вам честно говорю я сам себя очень часто слушаю потому что потому что я проповедую я вам скажу потому что что я прячу или я говорю я вам скажу это как смешно это как смешно я готовлюсь И когда я пречу слово, я получаю многие ревелации, которые я подчеркиваю. И когда я говорю, вы не можете знать, потому что я не останавливаю. Я просто буду себя удивлять. Я продолжаю, конечно, говорить. Я сам ловлю, и у меня не было смысла. Когда я подчеркиваю этот ревелации, вы не понимаете. Но я подготовился тем, я знаю, что я подчеркиваю. И я удивляюсь. Много, когда вы проповедовали, вы ощущаете это. Вы понимаете, что вы говорите, просто не можете остановиться. Ты продолжаешь, а люди думают, ну, у меня, конечно, заготовка, все, но ты понимаешь, что этого не было у меня, то есть, когда я готовлюсь. И даже когда что-то есть, которое ты уже знаешь, Суд не в том, что ты уже об этом знаешь, но все равно я уже об этом знаю. Л'objectif, это не сказать, что я уже знаю, но мы уже знаем. Вопрос. Библия говорит, что иногда мы возбуждали здравый смысл. И когда мы добавляем все же, это позволяет нам реновывать нашу интеллигенцию. Другими словами, вопрос не в том, что мы знаем. Вопрос в том, что мы знаем, что мы практикуем. Вопрос. Потому что я не всё практикуебаю, даже я не всё практикую, я often знаю? Потому что я не практикую все, что я знаю? Я тоже как вы питаюсь. Я тоже как вы питаюсь. Нет, подумай, раз Бог об этом еще говорит, как это ко мне, вот, я это уже делаю или нет? И это не просто сказать, что я уже знаю это, но если Господь дает эту пароль, то вопрос, если я практику, то я практику? Аминь. Хорошо, тема, то есть, божественный порядок, час четвертый. Летом сегодня, лодр дивен, это четвертый. И я буду говорить сегодня о последствии грехопадения. Я хочу говорить о последствии грехопадения, потому что мы уже говорили с вами о самом слове грехопадения и когда я буду говорить сегодня о последствии грехопадения, Я обращу больше внимания, прежде всего, на тех, кто пришел в Кападене, и на тех, кто пришел в Кападене. И какой алгоритм был? Что за чем последовало? И какой был алгоритм? Что следовало после этого? И тогда мы сможем лучше понять. И мы сможем лучше понять. Куда у вас получилось? Мы все с вами читали Библей. Мы знаем, что первые люди, которые были сатуроном Богом, это Адам и Ева. И в книге Битве, в первом главе, в т.д. 1, 27-28, «Бог говорит, сетворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сетворил его, мужчины и женщины сетворили их». И пишут в первый шапитрюнке Генезе, в 27-28, «Края львов к своей имели и крея львов к своей имели, и крея львов к своей имели». «И благословил их Бог, и сказал Бог, и сказал им Бог, «Плодитесь и разумножайтесь, и наполните землю, и обладайте ее, Аминь. 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 Ici, c'était le premier chapitre, mais dans le deuxième chapitre, nous allons voir en détail comment le Seigneur a créé Ève qui était devenue l'aide pour l'homme. Le livre de Genèse, le chapitre 2, le verset 7 et 8. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devait être un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il émit l'homme qui l'avait formé. Amin. Et l'Éternel Dieu, le verset 18 et 25. Je vais vous raconter. Il dit à l'Éternel Dieu, qu'il ne faut pas être un homme. Il nous a donné une aide à lui. 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 Il nous a donné une aide à l'éternel Dieu. Il est très bon. Jean Genèse, le verset 18 et 25. Je vous laissez-moi certains passages. Le verset 18 nous dit. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul et je lui ferai une aide semblable à lui. Et le Seigneur a créé la femme qui était semblable à l'homme pour l'aider. И написано дальше, что для человека не нашлось помощь, подобно ему. И потом Бог сотворил, написано здесь, что Бог усыпил. Наверное, сон на дам, и из бок, или из ребра, достал и сотворил жену. И написано, что для человека не нашли помощь, подобно ему. И ему заставил Бог, и создавала женщины, подобно ему. И написано, что Бог создавала женщины, которая привозила женщину, и stored в решении ей кладки. И сказал человек, «Вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женой, ибо взята от мужа». Субтитры создавал DimaTorzok Аминь. La famille, c'est une introduction divine qui a été créée par Dieu entre l'homme et la femme. Pas juste de façon temporelle, mais c'est pour toute la vie. Amen. C'est la volonté de Dieu. Nous ne prenons pas de nuance, nous prenons ce que la Bible nous enseigne. Voilà pourquoi l'institut qu'on appelle la famille. Ce ne sont pas les humains qui l'ont inventé. Il ne faut pas les humains qui l'ont inventé. Ce n'est pas aux humains de définir qui doit être dans la famille. Femme, femme, homme, homme. Non, ce ne sont pas les humains. Le Seigneur qui a introduit la notion de la famille a défini que la famille, c'est l'homme et la femme. Amen. Et elle est basée sur la relation d'amour et la relation d'aide entre les deux partenaires. Parce qu'aide a été créée comme une aide pour l'homme. Amen. Amen. Nous vivons dans un temps très intéressant. Et dans une partie du monde, où l'institut de la famille est vraiment attaqué. Et là où les gens veulent enlever la connaissance ou bien la compréhension de la famille. Le Seigneur a défini clairement que la famille, c'est l'homme et la femme. Et tout cela est basé au travers de l'amour. Et le Seigneur a placé l'homme et la femme, la famille, en Éden, dans le jardin d'Éden, à un endroit où ils pouvaient en bénéficier. Voilà pourquoi la famille, c'est un endroit là où les partenaires doivent en bénéficier. Et nous remarquons, il est écrit dans la Bible que le Seigneur apporta à Ève chez Adam. C'est pas seulement comme ça que je suis en train de le souligner. C'est très important. Bien sûr, ça c'est l'idéal d'après ce que le Seigneur avait écrit. Mais le Seigneur a également montré comment la famille pouvait continuer à être béni. Donc, Dieu a créé la famille et leur a dit que vous serez béni. Mais pour être béni, il y a des carnés que vous devriez suivre et leur expliquer. Nous avons lu avec vous dans Genèse 2.24, là où il s'écrit, c'est la femme, c'est l'os de mes os. Et voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et nous trouvons également ce passage chez Jésus-Christ. Je vais juste te rappeler, c'est dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 19. C'est le cinquième et sixième verset, il est écrit. Et dans ce passage biblique, Jésus-Christ, il dit, au commencement, Dieu a créé. Il dit, Et Jésus dit, C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Amen. A part Jésus, l'apôtre Paul nous parle également de ce passage biblique dans le livre d'Ephésiens. Ephésiens, le chapitre 5. Et on parle du verset 31. Il est écrit. Et on parle d'Ephésiens, le chapitre 5, le verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, Et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Amen. Nous voyons qu'au commencement, dans le livre de Genève, Le Seigneur a parlé de cela. Dans le livre de Jésus a également parlé. Et dans le livre d'Ephésiens, il y a l'apôtre Paul qui a également parlé. Amen. C'est pourquoi Dieu, qui est l'initiateur de la famille, Il s'enquête, il y a une certaine chose pour que la famille soit bénite. Et ce stich, c'est le même stich, nous l'avons читer. Ce passage biblique, c'est le même passage sur les trois passages que nous venons de lire. Elle parle de quoi? Il dit que l'homme laissera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ça va être trois parties. La première partie, Laissera sa mère, son père et sa mère. Deuxième, Deuxième, s'attacher à sa femme. J'ai vraiment mis l'accent sur sa femme. Je suis sorti comme ça. Et la troisième partie, Il deviendra une seule chair avec elle. Amen. Il dit que l'homme laissera son père et sa mère. La première partie, Laissera son père et sa mère. Deuxième, S'attacher à sa femme. Troisième, Devenir une seule chair avec elle. La première partie, C'est laisser son père et sa mère. Vous savez, Quand tu lisais son père et sa mère, Et quand on lit ce passage biblique, Il y a quelque chose que tu n'arrives pas à comprendre, Parce que la Bible nous déclare, Nous devons honorer nos parents. Toutes, Et ici, On vous dit de laisser ses parents. Et dans le Sainte Testament, S'il y a un enfant qui parlait contre ses parents, On pouvait le tuer. Et quand les pharisiens enseignaient, Il enseignait de cette façon. Ne vous occupez pas des parents, Ce qui est important, C'est le Temple. Et Jésus dit, Jésus leur dit, Vous vous enseignez les gens, Il y a un mot qu'on appelle, Qu'ils utilisent comme carvan. Et quand tu lis ce passage biblique, Tu ne peux pas comprendre. On va dans le livre de Marc, Le chapitre 7. Nous allons lire avec vous le verset 11. C'est le plus. C'est que tu es dit, Jésus dit, Vous vous dites, quello qui dit, Tœur ou la mère, Carvan, дар Богу, то чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей. То есть фарисеи, они в каком-то этапе даже могли сказать, что мы по тебе видим, что ты уже имеешь право вообще не заботиться о своих родителях. И подобно в каком-то этапе, как мы видим, что когда мы тебя видим, это, как ты уже, где-то, как ты едешь, ты не должен先 работать от твоего родителя. Для того же чтобы понять, что можно понять, как вы имеете право, чтобы понять, что мы говорим. И если есть, то есть разговариваю, вот так как мы Purim Krishnam. Какую пользу от себя? От родителей, в возрасте, когда они старше, ты не можешь пользовать от них, от них получать, кроме советов, возможно, они тебе не могут не материально помогать. Возраст такой. То есть, если ребенок говорит, то ты карван, ты с вами. Сколько можно жить? От тебя нет пользы. Если ребенок говорит, что она говорит, что ты еще живешь потому что ты у тебя нет пользы. То есть, от тебя нет пользы. Тебе нет пользы, нет пользы. Что ты делаешь, что ты делаешь? И когда люди говорили, что они говорят, что у них нет пользы. И когда эти люди говорили, что они говорят, что это не в envisionedе, если они говорят, чтоend своих父уютессы с таким же образом, говорит, что не梅وي не agricольчика, но нет пользы. А иногда, когда люди говорили, что это не блогание. Поехали! Помогите, что человек вернула свою жену и свою жену! Она говорит о чем-то, что вы можете вернуться к тебе. Вернувшись. Сумlova, что она у меня. Аминь. 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 Управить родители, осторожать родители, это что мы должны сделать. Должно они не в душе правдиво в вашей семье. Потому что люди, которые не будут в этой деловой семье, они не будут в этой истории, они будут в этой семье. Потому что человек снялся от своей семьи, а женщина снялся от его семьи. Они снялся от его семьи вместе с мужем и женщиной. Тогда это становится сми уже. Вот почему это становится одной семьи. Поэтому когда человек не оставляет, он никак не будет физически присутствовать в доме. Вот почему, когда человек не будет отдохнуть, он не будет отдохнуть, он не будет отдохнуть, он будет физически в семье, но эмоционально, он будет остаться с его родителями. Он будет отдохнуть, 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 он Продолжение следует... 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 Это так. Это самое. Мы учатся, они учатся. Они учатся. Они будут умереть. У вас будет умереть. Вы вытерпите, вы вытерпите. Это же вернёт. Вот почему это важно. Это эмоциональная. Так. И, в своем истине, вы должны улететь. Аминь. Так, нужно оставить. Voilà, il est important de laisser. Quand nous ne laissons pas. Les finances. Ni émotionnelles. Ni l'émotion. Même spirituellement. Nous allons avoir des problèmes dans notre famille. Pas aujourd'hui, mais demain. Vous allez toujours avoir ces problèmes. Vous vivez deux avec votre femme ou votre... C'est comme si papa et maman vivent également avec vous. En esprit, maman est là-bas à côté. Ça ne doit pas se passer de la sorte. Nous devons laisser. Nous devons laisser. C'est le Seigneur qui le dit. C'est le Seigneur. Nous ne pouvons pas le dire. 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 C'est le Seigneur. Mais si les gens ne le disent, il n'y a pas de problème. Donc, nous ne pouvons pas le dire. C'est le Seigneur. Comme vous devez être sauvé. Donc, nous devons laisser. Dieu a créé la famille. C'est une bonne chose. Mais il comprend que s'il y a des choses qu'il ne leur dit pas, ça ne va pas aller pour la famille. Voilà pourquoi il leur a donné les conseils comment continuer dans la famille. Amen. Amen. Второй момент. Le deuxième point. «Прилépится к жене своей». «Саташе асафам». «Библия использует слово «прилépится». То есть, эти связи душевные, которые были оторваны со стороны мужа, со стороны жени, от родителей, как родителей, теперь нужно прилепиться. Ну, в Европе, даже написано такое слово, как бы склеиваться. Они будут склеиваться вместе, как клей. «Момент», «моментально в море». «Момент». «Ла Библия деклара». «Тоже клей момент». «Молодежь не знает». «А, что именно instructors...» «Момент», «канга момент». «Next since эти моменты». «Это моментально в море». «Оморее». «On parle ici дуне колл कhuman отмен Len Dew. «Момент», «пасске», «канте не reluctant u relatively трояленки presented chlamалово Ole ok, «канте саіре-мманastre», Почему это важно? Когда человек в пищу сайте, он будет вакуум. И если она тоже будет вакуум, если она тоже будет вакуум, есть также один вит, есть две личности с вакуумом. И так как они друг друга не понимают, они будут притягивать друг друга. И это процесс, который будет продолжаться. Возможно, кто-то скажет, что я уже прилипил это так, что... Может, кто-то скажет, что я так и приклеил это так, что... Это сварка настоящая. Это сварка настоящая. Можливо. Возможно. Может, это может быть. Я думаю, что мы работаем в этом процессе все же. Я думаю, что мы работаем на этот процесс. Я думаю, что мы работаем в этом процессе всю свою жизнь. Амен. Приятле пицца. И становиться одной ниэп interviewed. Знаю unexpected не только хочу. Потому что я говорю себе дыхание, но и Assad у 모 sewer. Посмотрите upgrade. Предлагаюنت дыхание! Если вы говорите прямо,, пожалуйста там state смерти... Например, нет тех, кто-то наполняет. Если, это было что-то, это не было в Симе, это было не было в Симе. Почему я говорю About the Bible, мы говорим о человеку, который должен иметь его рода? Потому что он должен быть responsабельным для этого, для его родной семьи. Но мы не говорим о сфере этого человека, чего вы говорите. Gotta – всё просто, всё, всё, всё – всё, всё, всё – всё, всё, всё. Мы говорим, результат мы-мем плодаем то, что мы разумножаем. Мы не дадим, что мы сказали. Амин. Как результат у нас есть прекрасные дети. Поэтому мы у нас есть дети. И то, что Бог говорит, что разумножать на землю, это будет эффективно, чтобы воздушить плод, чтобы воздушить детей. Когда есть плод, когда есть плод, когда есть плод и потом злать. Так что Бог говорит, что есть плод, что оно является плодем, по поводу дела может продолжать. И по отношению к тому же, когда он говорит, какие будут, что-то повторяйте, чтобы совместно, когда человек и женщина будут им привлечить семечки, с теми, что они будут вместе. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Если она была создана как удача, то есть, что есть первая и первая, которая была главной, и вторая, которая была в помощи. Дея не говорит, что Эфь, она была плохая. Нет, она была только удача. То есть, в функционале, она должна помогать Адаму. В функционале, в responsabilности, она должна помогать Адаму. Адаму, адаму. Адаму подчиняется Христу. И Адаму respectит Jésus. Амин. А ты можешь спросить, кстати, интересно, пастор, как Адам мог подчиняться Христу, если там Христос не был еще? Ты можешь спросить, как Адаму подчиняться Христу, если там Христос не был еще? В начале, в начале, в начале, в начале. Мы сказали, что Иисус Христу, он будет в начале. И мы сатеренов все. И все, я не буду еще, и через него сатеренов. Амин. Мы сказали, что Иисус Христу, он был в начале. Иисус Христу, он был в начале. Иисус Христу, он был в начале. Теперь, правильная расстановка во всем этом. La bonne manière de mettre les choses, comme ça doit être. Жена, мужу, мужу, Христос. La femme, l'homme, l'homme, Jésus. Нам не нужно думать, а как там Христос и Отец? У них там всегда идеально. Мы не должны думать, как Jésus и Перь. Jésus, это всегда идеально. Проблемы возникают здесь, вот в этих двух связках. Первое. Жена, мужу, и муж Христос. Проблемы возникают здесь, вот в этих двух связках. Ла фами, лом, лом, Христос. Если мужу, на самом деле, и правильная расположение, и си патчинет, и си кристос, и си лома а у него есть хорошие отношения с Христос, и си лома а у него есть хорошие отношения с Христос, то, у жени, в сердце, будет этажила, не патчиняться. И куша богом заложена. В сердце, в сердце, и си лома а у него есть ощущение с Христос, и си лома а у него есть хорошие отношения с Христос. Когда мы, как мужа, занимаем место священника в доме, как хозяин в доме, ответственно на человека, который можно положиться, понимаете, что Бог говорит, что не на кого нет, не упавая, вы поймете, что я имею в виду. А то есть человек, который за свои слова, то есть, ей не трудно будет подчиняться. Это означает, что мы, как муж, как responsable в доме, если мы имеем хорошие отношения с Христос, и мы делаем то, что мы должны сделать, то женщина не должна быть обеисцена. Аминь. 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 Итак, на паре, как то есть. Значит, это Бог, это значит, что это stär desteur saying? Если так можно говорить, то есть Иисус Христос. А кто? А потом, что это значит, а Jesus Christ? Есть муж. А потом, что это значит, это же я. А потом, что это значит, если кто-то, если есть кто-то, извиня этой четверки, вторгается в эту бит taką, И мы позволим ему вернуться. В этом линейке, он будет угрозить. Это будет угрозить. Это будет угрозить. В последнее время я говорил о этом. Adam и Ев. Евы поняли два голоса. Евы знают две voix. Голос, Adam, его голоса, и голос, Бога, и голоса, это голоса, и голоса, и когда она умерла, она умерла на третьем голосе, она приходит к ней, и она хочет угрозить. И когда она начинает делать больше confiance к этой третьей части, в lieu de делать больше confiance к человеку или к Богу, пришли проблемы. 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 Если у мужчин, или у женщин, или у женщин, появляется какой-то человек, появляется у него другого человека, не есть проблемы. У тебя будет, у работают, у работы, в школе, в Еклении, не есть проблемы. Если у женщин, и если у женщин, на дюбби, в женщин, ты несет большеöllевых как у женщин, или другта, это превратится. И если у женщин, если у женщин, ταarte, Амин Амин Я могу амин получить? Потому что если голос Я начинаю больше доверять Мне больше комфортно с этим голосом Чем с голосом Адама И чем с голосом Бога Мне было комфортно с этим С голосом Бога комфортно Мы же духовные люди Мы скажем с Богом все хорошо Но если голос становится больше Удобнее, приятнее тебе Чем голос мужа и голос жены Стоит ли, а с другой стороны Похожурный голос Для того, что голос Стоит ли, что голос Или твоя девушка И, конечно, у меня же И, конечно, ты сделал Стоит ли, что ты И, конечно, ты Затем, что ты Стоит ли, кто Чем голос Осталось И это Умер И, чтобы Вы Ноги Дилет И, конечно, Он Стоит ли И, конечно, И это может быть где угодно. 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 Как я сказал. И это может быть где угодно. 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 Майк, против Майк! Он говорит, что это лос из моего оса, и лошадь из моего чёрного. Теперь он говорит, что ты мне дали, что ты мне дали, вы видите, это ударение? Вы видите, где он говорит? Теперь, первое, вы мне говорите, это очень интересно, если Бог мне дали, он говорит, что я кибель не уехал, а после тех пор не наблюдал, какая они не уехал, и я ребенок был с правильным, чтобы вы не пищали. Мне пог Foi PT и Диев, если Бог не дали, я не пищу. Но там, ты сказал, что это лошадь из твоих покой, когда грех пришел, когда пища приходит, у него вышла с двух, вот и они становятся все эти партнеры на джерсенда рубля стакистра лечить саверия санкт-петербург адам я вообще это анна я же не риэпэсс это конкурса и капсамбрис киеве снял океан сорт дистанции сибири она и пьян и причем Но у нее есть distance, которая говорит, что она, это не моя. Вот что в пешке приводит в отношениях. В пешке приводит в отношениях между мужчиной и женщиной, женщиной и женщиной. И дитрует свою confianсть. И все остальное, что он говорит. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аминь 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 Он очень часто берет как образ семья, чтобы показать взаимодействие между им и церковью. Он берет как образ взаимодействие внутри семья. Парламя из Игоря, он поднялся на фамилию, чтобы показывать отношения между им и церковью. И когда мы с вами также вкушаем от этого хлеба и пьема, от этого виноградного сока, мы также подтверждаем как церковь, потому что Библия говорит о нас как церковь, что мы невеста, что Иисус, он жених. Поэтому мы подтверждаем также свою верность и преданность Христу. И когда мы на табле, мы также подтверждаем свою верность к Христу, потому что Иисус, он называет Иисус, и Иисус, он и пыль. Амин! Вот почему это очень важно, что Господь нам нашла. Вот почему это очень важно, что Господь нам нашла. Внутри, мы будем притывать. Мы благословим этот хлеб, благословим этот виноградный сок. Мы bénесем этот пин, и благословим этот хлеб. Мы благословим этот пин, и из этого винограданый сок, без Господи хорошей. И из этого жезда, мы благословим этот хлеб. Мы благословим этот хлеб, благословим этот хлеб, и его кровь. Мы прочитаем что он и его чеснет, и его жена. И Господь, мы будем будня вам плать на верность. Мы будем притывать верность. Спасибо, Господи. Мы благословим, Господи. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Ты здесь, Господи. Ты здесь, Господи. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Мы учитель воскресной школы, мы хотим сказать, что у нас и радость, и печаль, потому что от нас отличается один из наших учеников. Его зовут Эльо. Он был у нас в воскресном служении, в детском служении. Мы были для нас большое благословение. Пришло время отлететься от нас, а теперь перейти в подростную группу. И от лица всех воскресные учителя мы хотим поздравить тебя. Того, что ты закончил, курс удачный и переходит на младший служение, особенно в подростной группе. Вот это мы хотим поздравить тебя. Пусть Бог тебя обильно благословит. Я хочу пригласить его лидер теперь. Теперь ты от нас отлетелся, вот теперь твой лидер. Теперь прилипись. Давай помолимся, чтобы Бог тебя благословит. Господь, мы благодарим тебя за Элиос, Господь. Мы благодарим за сердце твое. Мы благодарим тебе, папочка, за все, что ты вкладываешь в него, Господь. Мы, как учителя, мы выпускаем его, Господь, сегодня с миром. Мы благословим его, Господь. Боже мой, все то, что ты вложишь в него, Господь, пусть оно откроется, Господь, для славы Твоего, Господь. Мы его благословим. Мы благословим дома, мы благословим его в жизни, мы благословим, Господь, учеба, мы благословим здоровье, Господь. И мы просим, мой Бог, мой Царь, чтобы ангел Твой, Господь, опорчал постоянно вокруг Него, Господь. чтобы все то, что ты, мы вложили в него, то, что ты нам позволил Господь вложить в него Господь, чтобы оно сохранилось, чтобы оно давало плоти Господь, чтобы имя Твоего Господь было проставлено Господь через Его действие, через Его служение. Во имя Иисуса Христа мы, как церковь, Его благословим. Именно Иисуса Христа. Аминь. Свой путь мне явил. И пусть истинный свет ведет меня вовсе. Бог, он и так обетом знал, чтобы мы верим.